Человечество многим обязано кондиционерам, так считает автор книги «Теряя прохладу» Стэн Кокс. Он утверждает, что климатическое оборудование способствует росту рождаемости. Искусственная прохлада в жарком климате делает сперматозоиды более жизнеспособными. После Второй мировой войны кондиционеры стали доступны для всех американцев. Более того, они позволили людям селиться в пустыне. Это вызвало настоящий демографический взрыв в южных штатах Америки, Аризоне, Неваде и Техасе. Благодаря росту населения на юге в США изменился расклад политических сил. Стэн Кокс полагает, что в конечном итоге именно кондиционеры создали условия для избрания Джорджа Буша-младшего президентом США.